На плацу учащиеся старших классов и воспитанники военно-патриотических клубов. Им еще только предстоит окончить учебу, но познакомиться с армейской жизнью самое время. На это прежде всего и нацелена акция «День призывника». Старшеклассникам показывают быт военнослужащих, экскурсия по казарме. Здесь созданы все условия. Особый интерес, конечно, к вооружению. Все можно подержать в руках и попробовать свои силы в сборке и разборке оружия. Многие из тех, кто приехал на экскурсию в действующую воинскую часть, для себя уже решили – служить пойдут. Мне интересен сам воинский процесс. Я хочу пойти служить потом в военное училище, стать военным. В какое военное училище? Я еще не решил, но как-нибудь летным летчиком стать. Отчасти такой патриотизм, и также отчасти, как и говорят наши родители, то, что не служил ни мужчина. Да и образ армии сейчас другой, чем те же лет 10 назад. Служить на сегодня считается престижно. Это прежде всего зависит от созданных условий и оснащения. Новая технология, новая форма одежды, намного удобнее, чем раньше была. И служить стало интереснее. В ходе этой весенней призывной кампании по стране планируется привлечь в ряды вооруженных сил более 130 тысяч новобранцев. В Нижегородской области призовут около 3 тысяч человек. Причем почти треть из этого числа приходится на жителей областного центра. Сергей Щеплякин, Алексей Калякин. Время новостей.